Многое говорят о нашем медсанчасти 135, но я хочу рассказать о хорошем, чутко внимательном человеке, который работает в нейрологическом отделении. Кто она, мы сейчас с вами и узнаем. И самое интересное, что ни один пациент не сказал плохого слова. Отзывы только хорошие. Родилась я в Саратове. Закончила лечебный факультет Саратовского государственного мединститута в 86-м году. Далее я обучалась в ординатуре по нервным болезням 3-го главного управления, так назывался ФМБА России, и по распределению приехала сюда, в Десногорск. И так с 88-го года здесь и осталась. Работала в отделении в основном, совмещала в поликлинике в первые годы. С 89-го года заведовала этим отделением. До сих пор здесь работаю. 35 лет в этом году, как я закончила институт, ординатура, тоже считается 35 лет стажа. И вы за все 35 лет ни разу не пожалели, что вы выбрали стезию врача? Ни разу не пожалела. И самое главное, не пожалела, что именно неврологом. Потому что я чувствую, что это мое. Очень люблю общаться с больными, очень интересно установить диагноз. Я понимаю, что сейчас век нейровизуализации, но когда с опытом уже приходит возможность установить диагноз еще до выполнения МРТ или каких-то других исследований, это очень приятно. Стоит ли обучаться на невролога, зависит от каждого конкретного человека. Но эта специальность всегда была и будет востребована среди населения. В принципе, я всегда хотела стать врачом. У меня мама врач, педиатр, более 40 лет стажа. У меня две тети тоже врачи. То есть, в принципе, кем быть, у меня вопрос такой не стоял. А вот почему неврология, ну, наверное, это где-то на пятом, на четвертом курсе в институте. Мне очень понравился этот цикл, и поэтому решила посвятить себя. Когда пришло распределение в ординатуру, ну, какие специальности мы хотим приобрести, вот я написала неврологию. И мне, в принципе, приняли по этой специальности. Как ни посмотри, а неврология – наука сложная. Нужно досконально и идеально знать не только мозг, но и нервы, их строение и пути. В принципе, неврология весьма логична. Но у большинства людей с ней возникают некоторые проблемы. Выучиться на невролога несложно. А вот работать куда сложнее. Ведь хорошим специалистом можно стать лишь заработав себе хорошую репутацию. А для этого лечить надо на совесть. В случае же, когда не знал, да еще и забыл, вылечить пациента не получится. Но это не в нашем случае. Как же проходит день у Ирины Викторовны? Да по-разному. Но отдыхать не приходится. День проходит как? Вначале это планерка, рабочее совещание, на котором дежурные смены рассказывают, как прошла ночь, какие были проблемы с пациентами, кому нужно уделить внимание в первую очередь с утра. Далее, значит, история болезни, выписанных больных и осмотр тяжелых больных. Плюс в это время утренние часы это осмотр больных в реанимации, если есть в этом необходимость. Далее начинаются обходы. В связи с тем, что я сейчас работаю, одна обхода занимает очень много времени, практически до обеда. Это вот обходы пациентов. Далее прием новых пациентов. Ну и в течение дня вызовы срочные или в приемный покой, или на консультации в другие отделения. Ну и рутинная работа, написание истории болезни, потому что это занимает большую часть времени. Какая же возрастная группа чаще оказывается на больничных койках? В 30 лет, начиная работать, был молодой пациент основной, вернее, молодого возраста пациент. Это где-то 40-30 лет, потому что работала стройка, были болевые синдромы, в основном эти. В последние годы, конечно, превалируют пациенты старшей возрастной группы, то есть это 60, 70, 80 лет пациенты с хроническими нарушениями мозгового кровообращения. Ну а так мы принимаем пациентов с различными синдромами, с различными болезнями. Это и болезни опорно-двигательного аппарата, это и болезни головного мозга, это и последствия тяжелых черепно-мозговых травм, последствия операции на головном мозге, на спинном мозге, по удалению грыж дисков. Ну, самые разнообразные, с рассеянным склерозом есть пациенты, иногда госпитализируем с болезнью Паркинсона, когда есть в этом необходимость. Ну, такие вот пациенты, полинейропатии очень много, диабетических, ну, известно, что рост сахарного диабета во всем мире, естественно, и сказалось это и у нас. Поэтому диабетические, полинейропатии очень часто пациенты в нашем отделении. Ну, вот сегодня у нас 17 человек. Вообще отделение сейчас развернуто на 23 койки, но у нас нет второго врача, и поэтому 18 человек – это, в принципе, пока достаточное количество. Труд медсестры очень тяжелый и бывает совсем неблагодарный. Они не только делают уколы, но и добрым словом поддержат больного, помогут им выздороветь. Ну, что тут говорить, не хватает врачей и медсестры нашей больницы. Работаю в неврологическом отделении с 88-го года. Закончила Смоленское медицинское училище по специальности фельдшер. Как окончила училище, пришла работать в неврологию, и кроме неврологии больше ни в одном отделении не работала. То есть через 33 года у нас очень прошло. Больных, когда я молодая была, у больных у наших и дети повыросли, мы их знаем. И у некоторых уже и внуки, мы тоже их знаем. Они наших детей тоже знают, ложатся, тоже спрашивают. Мы про их детей и внуков спрашиваем. Благодаря своему таланту и как врача, и как человека, Ирина Викторовна смогла сплотить в своем отделении дружный и заботливый коллектив. Хотя труд медицинских работников очень тяжелый и иногда бывает совсем неблагодарный, все же неврологическое отделение выработало свой, можно сказать, комплексный подход к выздоровлению пациентов. Это не только таблетки, уколы и капельницы. Они, добрым словом, умеют поддержать больного, помогут ему быстрее выздороветь. Больные наше отделение любят, потому что они приходят к себе как домой. Мы же и, ну вот лично, я и спрашиваю, мы про дачи, и про мужей, и про сыновей, и про детей, как говорится. Где рецептами делимся, где советами, что там у кого, что болит народными, где это самое. Ну больные, как говорится, прислушиваются. Где шуткой с ними, где бывают анекдоты и про политику, потому что они всегда лечат, как говорится, лекарства, но иногда и доброе слово. А больным нашим тоже общение надо. Иногда не как там медикаменты, иногда как хорошее общение. Пообщаться, поговорить. Где, я говорю, шуткой, прибауткой. Поэтому они, ну к нам относятся, я считаю, что наши больные к нашему персоналу, и мы к ним относимся очень хорошо. А процедурный кабинет все-таки это ответственная работа. Тем более я еще, чем может и преимущество. Я помню, например, больные, каким препаратам хорошо идут, какие им не идут, на что у них аллергические реакции, что они хорошо переносят. То есть вот это вот очень, как говорится, в моем профессии большой плюс. Бывает, что как отработали, все и забыли про это. А вот я, например, помню, то есть я больной поступил, назначили один препарат, он ему не пошел. Мы потом назначаем другой. И потом уже это самое скорректирую с Ириной Викторовной, что я говорю, вот Ириной Викторовне, вот так и так этот препарат, ему это самое не пошел. Мы назначали. Все, и потом приходим, как говорится, к согласию назначаем. То есть насчет этого вот память очень на лице и на лечение у меня насчет этого хорошее. Мы же интересные истории вспоминаем. Больным тоже рассказываем. Это интересно даже, иногда бывают больные, которые поступают, спрашивают, а, Михаил, ну вот попомнишь вот тут? Я говорю, да, вот помню, вот а где он? Я говорю, ну вот или нет, то ли, говорю, то-то, то-то. То есть вот так у нас вот, как говорится, наша жизнь в отделении вместе с больными проходит. И больных наши, это самая их жизнь проходит в отделении. Они же надо ложатся, там спрашиваешь правнуков. Они, а вот поступил-то, уже закончил. Одна там говорит, ой, а у меня уже внучь, правнуки есть, и все, и все. Вот это им интересно поделиться хорошими, как говорится, событиями. И нам интересно, как их жизнь больных наша продолжается. Поэтому в таком тандеме мы работаем всем нашим нервологическим составом. Врачи работают сутками, почти на износ. Но благодарность пациентов помогает поддерживать стремление и дальше спасать человеческие жизни. Сколько я нахожусь на лечении, вот это уже, наверное, ну, года 4, может 5, вот так постоянно, два раза в году. Отношения очень хорошие. Медперсонал вообще, все культурно, вежливо так. Но про доктора, доктор вообще, это идеальный человек, можно сказать. Она всегда подойдет, все расспросит. Она никогда, никогда мимо не пройдет. Вот только заметит походку, вдруг что-то изменилось в походке, она тут же сейчас же, что случилось, спросит. Что случилось? Почему так идете? Попробуйте так, вот так, вот так. Ну и когда уже получаешь лечение в течение 10 дней, знаете, выходишь отсюда, как все равно по молодежи какой-то. Сразу легче, потом полгода, ничего не чувствуешь, ничего не болит. Вот, ну, серьезно, очень довольна, очень даже довольна вообще. А что бы Вы могли пожелать доктору и вот кто поступает к пациентам? Вы знаете, пациентам, я сказала, что надо выполнять указания доктора. Это в первую очередь полностью с этим соглашаться. Потому что она строго-строго все докопается до истины и всегда. И это самое. А доктору, ну, дай Бог здоровья. Дай Бог, чтобы персонал такой вот сплоченный, постоянно работал. Все. Ну, что можно сказать еще? Молодцы, просто молодцы. Вот идешь в это отделение, как все равно в снаторий идешь. Я периодически прохожу. Я перенесла два микроинсульта. Кстати, меня Ирина Викторовна вытаскивала из обоих без последствий. Вот потом уже ничего. И руки, и ноги, видите, я хорошо себя чувствую, работаю в школе еще. И считаю, что такой профессионал, как Ирина Викторовна, это чудо просто. Вообще, наша медсанчасть, вот была я и в Москве, тоже на должном уровне. Чистенько, аккуратно. Все всегда выполняется, как положено. Это люди с высокими профессиональными данными. Ну, что здоровье, самое главное. Врачам мастерство, чтобы оно не уходило от них, чтобы сопутствовало их работе всегда. Это терпение, потому что разные больные бывают люди с разными характерами, психиками и так далее. Всем здоровье, самое главное. Заходишь в отделение, такая тишина в отделении. Тишина, как будто вообще никого, нигде нет. Вот дисциплина, это не знаю. И только единственное, по палатам все разошлись. Тут же сейчас Татьяна Михайловна едет своими капельницами. Вот только и слышен этот шум, когда капельница едет. А так, как будто вообще никого, нигде нет. Вот в другое зайдешь в отделение, там гал такой и вообще это самое. А здесь такого нет. Молодец, умница. Дисциплину вообще держит. И с ума, настолько вот, настолько внимательно. Вот каждый скажет, что ей надо вот именно до истины докопаться. Вот где-то... Вот капельница едет, да? Да, это Елена Викторовна. Вот едет, да. Вот это капельница. Вот единственное, нигде никого не увидишь. Ну, до туалета, там, это минутное дело, прошел, он запернулся. Все. Ну, а я вот когда упала, я на льду упала в 19-м году, очень сильно. И вот с тех пор и нарушение спины, и это самое. И я вот именно попала сюда. Просто мне посоветовали. Сказали, что если это Елена Викторовна не вытащит тебя, то тогда уже не знаю, кто это сделает. Хороший врач, да. Хороший врач, хороший, хороший. В общем, неплохая обстановка. Неплохая. Потому что я ездил и в Москве был везде, по-разному везде. У нас человеческие отношения к людям здесь. По-человечески. Только специалистов не хватает, поликлиники. Там очереди постоянно по этому. А здесь, в отделении Элита Виктора, да Дуда, мало что, да, душевный человек, она еще и уптится. Она меня второй раз уже спасает. Мне полностью отъебается нога, зажимает гер в спиде. Вот тогда меня спасает. Лежал, с клюшкой пришел, сижу в Олейку и без клюшки могу ходить. Кормят хорошо. Хорошо. И относятся девочке прекрасно. Чистенько все. Придут, все сделают. Лежать тяжело даже. Вот в палате жарко. Еще сейчас нормально. Вот после обеда, когда солнышко сюда, вот это жарко. А как они бегают с этими капельницами, работают целый день. Просто это. Они достойны всяческого уважения, эти люди. Здоровья им хочу пожелать, чтобы они были здоровенькие и веселые, чтобы в семье все было хорошо, чтобы на душе спокойно было. Они же женщины, они матери. Чтобы все у них хорошо было, чтобы дети их радовали. Ну, я уже здесь попадаю сюда с 15-го года. И каждый раз, когда я попадаю, у меня был лечащий врач Тюрина, это самая Елена Владимировна, но я всегда хотела попасть к Ирине Викторовне. Потому что она как-то всегда стоит на пульсе времени, всегда новые методы какие-то использует. Вот, допустим, то, что я услышу по телевизору, или что у нее уже это на вооружении. Каждый раз после ее лечения какие-то новые лекарства. Это для меня хорошо, потому что, если так, у меня аллергия большая. Она очень внимательная, Ирина Викторовна. Ну, можно сказать, доброжелательная. Мне еще нравится, импонирует в ней то, что она, ну, как это сказал Мясников, может сказать нет и не пляшет перед больным, да. Объясняет очень доходчиво, хорошо. Это как-то образно и ложится, запоминается на всю жизнь. Ну, и отделение, потому что по своим заболеваниям как-то мне могли бы, предлагали ложиться в терапию, там, в другое отделение, очередь-то большая. Вот единственный минус, вот то, что мы долго ждем, но это же не вина врача и медсестер. Я отказываюсь, потому что здесь у меня никогда не было случая, то, что, ну, проблем с капельницей, с венами. А вот когда в процедурном кабинете, я раньше лежала, у меня всегда были проблемы. Вот как-то они, не знаю, может вены лучше стали, может быть, я не знаю, никого не хочу обидеть, но здесь проблем никаких нет. Всегда вот с первого раза, вот, все, Татьяна Михайловна, медсестра, ну, это вообще, это ангел этого отделения. Так что, ну, лечусь получше, наблюдаю так вот, ну, здоровье, счастье им в личной жизни. Они нам нужны. Пусть у них все-все будет хорошо, потому что без них нам будет, куда же мы без них денемся. Очень хорошо, что в нашем городе медсанчасть есть со всеми почти отделами, кроме кардиологического. Ну, а, и кроме того, у нас очень много сделали прививок. Кстати, я всегда с прививкой хожу, почему я маску-то сейчас не использую. И я прививался не боюсь, и от меня никто уже не заразит. Это очень нужное и полезное дело. Я хочу пожелать всем, кто попадает в руки медиков, которые заслуживают достойного отношения к ним в этом году, и в том особенно, потому что они дарят продолжение жизни. Так, хочется, конечно, сказать большое, огромное спасибо Шумилины Ириной Викторовны за то, что она создала такой хороший коллектив, который не только нас лечит, они с нами хорошо обращаются, общаются. К Ирине Викторовне можно подойти в любое время. Она всегда, пускай время она значит, но она всегда человека примет. Она его выслушает, она его как-то и послушает, все сделает так, как положено, правильно? И тем более она работает одна. Это очень сложно. И хочется огромное спасибо сказать Азаренкову, Алексею Варильевичу. Огромное вам спасибо за ваш труд, за ваше отношение к нам, как вы нас выслушиваете. Я вас даже попала на прием, и вы слушали с таким вниманием, вы даже голоса не повысили на человека. Огромное вам спасибо, вам и вашей семье, и вашему коллективу. У нас в семье случилось такое несчастье, что мы к нему обратились, и он нам с таким усилием, с таким сочувствием помогал, что мы ему, наверное, будем всю жизнь благодарны за это. И опять же к нему обратилась, он мне выслушал, опять же помог. И также к Лидии Владимировне тоже мы обращались, она хорошо выслушала, человек помогает. Хотя там всякие идут разногласия, но человек старается, даже коллектив. Вот ее коллектив, ее врачи, и то они хорошо отзываются, и говорят, что как мы не обращаемся к ней, когда нужна помощь, она всегда им помогает, она всегда старается, всегда что-то такое выбивает для людей. Но, как говорится, человек не Бог, всем не поможешь, так же? Много теплых слов было сказано в адрес Ирины Викторовны и медицинскому персоналу. За знание своего дела, за умелые руки, за внимательность и чуткость. Это огромное счастье, что такие компетентные, умелые, талантливые, неравнодушные люди работают именно там, где они больше всего и нужны. Ну, во-первых, конечно, я бы пожелала крепкого здоровья и активного долголетия. Почему активного? Потому что те пациенты, которые выполняют мои рекомендации, не лежат в койке, не сидят дома, двигаются, ходят на тропу здоровья. Ну, кто-то на даче, кто-то с родственниками еще прогуливаются дополнительно, осваивают что-то новое, участвуют в каких-то кружках, которые есть в Десногорске. И вот я вижу, что они более сохранны, и жизнь протекает интереснее и более насыщенной. Потому что, сидя дома, здоровье невозможно как бы восполнить. Поэтому именно активного долголетия я бы пожелала нашим пациентам. Субтитры сделал DimaTorzok Для меня было открытием, что в Якимовичской школе есть боксерский клуб. И думаю, будет многим интересно и полезно узнать об этом немного побольше. Я призываю всех заниматься спортом, боксом, спортивными единоборствами. И чтобы было много спортсменов в нашем городе, в области. Бог за сильную Россию!